Не было бы счастья, да несчастье помогло. Возможно, проект межбалтийской дороги откладывался бы на неопределенное время, но извержение исландского вулкана, парализовавшее всю Европу и превратившее Финляндию, по выражению тамошнего министра экономики, в остров, заставило евробюрократов действовать. В Евросоюзе впервые создается отдельный кошелек для финансирования крупных транспортных проектов, в число которых ходит и Рейл Балтика. Это означает, что если три государства Балтии наконец договорятся между собой о строительстве Рейл Балтика, то проект может получить реальную поддержку от Евросоюза уже в 2014 году. Еврокомиссар по вопросам транспорта Сим Каллас пообещал, что ЕС выделит 60% от стоимости строительства проекта. Эту идею поддержал и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу. Министр экономики Юхан Парс считает, что успешность проекта зависит от товара оборота и количества пассажиров. На сегодняшний день это 12 миллионов тонн грузов в год во всех балтийских государствах и 4 тысячи пассажиров в день. В настоящее время Эстония единственная страна Балтии, которая мощно инвестирует в развитие железных дорог. К концу 2012 года в Эстонию начнут прибывать уже новые поездные составы. К этому времени Эстония должна реализовать второй и третий этапы Рейл Балтика, то есть повысить скорости до 160 км в час и ввести европейскую ширину железнодорожной колеи на новом маршруте. Это, я думаю, самое важное решение, но и другие тоже важные, потому что мы же не хотим все ресурсы инвестировать в один проект, но это, я думаю, ворошен балансом. И гарантирует то, что если есть достаточное сотрудничество между трех политических государств, то этот проект будет реальным. Я думаю, что это очень серьезный вызов, серьезный вызов, очень серьезный. Парс признает, что цифра в 4000 пассажиров в день сегодня может показаться очень большой. Однако он указывает на то, что новые транспортные сообщения неизбежно заставят людей больше перемещаться. И нужно иметь в виду рост пассажиров за счет северных стран и северо-запада России. На развитие транспортных сообщений в Европе на период с 2014 по 2020 годы выделено свыше 31 миллиарда евро, что в четыре раза больше, чем за предыдущий срок. Среди приоритетных транспортных проектов четыре находятся в Эстонии. Если же удастся осуществить рейл Балтика, то в Ригу можно будет попасть менее чем за два часа, а путь до Варшавы займет менее пяти часов. Средняя скорость пассажирского поезда будет составлять 170 км в час, максимально 240 км в час. Оптимальной трассой признана траектория движения Таллин-Пярну-Рига по Невеже-Скауна с длиной в 728 км. Пассажирские поезда смогут преодолевать это расстояние чуть больше, чем за четыре часа, и они будут отправляться шесть раз в неделю через каждые два часа.